Абдулманаб Нурмагомедов В противостоянии наших чемпионов и чемпионов Fight Night Global я бы поставил 5 на 3 в пользу нас ММА и Самара лучшее словосочетание, которое может быть? Однозначно Почему? Потому что в нашей федерации, мне кажется, есть все для того, чтобы быть лучшими в стране Есть очень большое количество клубов, точнее 38 клубов, 2500 участников Ребят, которые занимаются в этих клубах Поэтому я считаю, что это очень хорошее словосочетание, у которого есть большое будущее В начале 2018 года вы сказали, что идете планомерно к тому, чтобы ваши ребята были на международной арене Прошло полтора года, давайте подведем итоги Да, если подвести небольшой итог, что касается международного уровня Мы уже точно вышли за пределы Российской Федерации Провели турнир в Ереване Провели юбилейный 20-й турнир в Узбекистане Который был самым масштабным, самым большим И собрал 15 тысяч зрителей и более 3 миллионов просмотров в соцсетях Поэтому мы, те планы, которые были намечены нами, нашей организацией, мы к ним подошли Самарская Федерация единственная легальная, так вы сказали, в 2017-м О чем вы вообще говорили? В Самаре А, в Самаре Я имел в виду в Самаре, да Знаете, когда я стал руководителем Федерации ММА Самарской области Было еще несколько организаций, которые тоже проводили турниры по смешанным единоборствам И в момент моего становления мы их всех объединили Создали единственную федерацию легальную уже И, соответственно, на данный момент она одна Ваш вице-президент был уволен, цитирую, потому что он смотрел на ММА с точки зрения профессиональности То есть наблюдал за развитием ММА с профессиональной точки зрения А с какой точки зрения вы наблюдаете? Смотрите, вот есть федерация ММА Самарской области Это прежде всего любительская федерация Где бойцы-любители выступают по новым правилам Если у бойца есть хотя бы один профессиональный поединок Он уже не допускается до любительских соревнований Начиная уже от чемпионата области Исходя из этого, основная задача именно самой федерации Это развитие любительского вида спорта А, то есть не допускать ребят в профессионалы? Ребята профессионалов не допускают уже в любительские соревнования Именно так И так как у него основная задача была развивать профессиональные направления А именно еще раз повторюсь, что федерация ММА Это прежде всего любительские соревнования Поэтому мы решили расстаться ACA, UFC, Fight Nights RCC, GFC Кто находится на втором месте? Я думаю, все-таки ACA Далее Если расположить... Нет Кто после второго места находится? После второго места я, конечно, отдал бы Fight Nights Потом RCC И потом уже GFC Почему вы ставите вашу лигу на последнее место в этом рейтинге? Мы, конечно, за последний промежуток времени очень сильно скакнули За полгода практически провели 12 турниров И до конца года, включая этот турнир, у нас еще пройдет 3 турнира Но, тем не менее, у этих организаций, скажем, большая история за спиной Большие крупные турниры, которые они проводили И это определенное дань уважения прежде всего этим организациям И можно разобрать каждую из них и понять, что, по крайней мере, мы для себя там понимаем Что на данный момент мы как бы пытаемся приблизиться к ним Но они находятся все равно впереди Если лига молодая, значит, можно допускать ошибки? Я думаю, что у нас есть право на ошибку Любой... Я придерживаюсь такого принципа Не ошибается тот, кто ничего не делает Мы активно развиваемся, поэтому допускаем ошибки Учимся на своих ошибках, смотрим ошибки других лиг и стараемся сделать лучше В одном из интервью сказали, что были немного расстроены тем, что вам не удалось заполнить зал так, как это хотелось бы С посещаемостью все лучше стало? Вы знаете, как в разных регионах по-разному Если, допустим, взять Самару В Самаре мы уже порядка, наверное, 8 турниров провели за всю историю И самарские публики уже есть, как бы, скажем, зрители, которые с первого турнира нас посещают И мы вот буквально сегодня одному из этих, скажем, наших почетных зрителей Вручим грамоту в прямом эфире Это Алексей Сурков Он не пропустил ни одного турнира Что касается, как бы, турниров, городов, где турниры проходят впервые Там есть такая проблема Но, тем не менее, у нас есть определенная, скажем, рекламная программа И мы стараемся процентов, там, на 70 заполнять зал Что круче? Когда первый раз люди приходят, новые люди приходят? Или когда образуется кластер людей, которые прям являются фанатами, болельщиками и поддержкой? Пришел посмотреть бои любимых бойцов Болеть буду сегодня за Сильверстова Владимира, Шамиля Абасова и Марка Волкова Вот, в принципе, их бои наблюдаем мы еще с битвы на Волге Практически с самых первых, с самых начала Когда это еще были никому не знакомые бойцы С 10 человек, которые приходят, мне кажется, 8-9 остаются И потом приводят своих друзей И на вопросы, когда мои друзья звонят и говорят Чем можно помочь тебе, да, там, в организации турнира Те, которые приходили, я говорю, расскажите о нашем турнире своим друзьям Это будет помощью В том, что своим рассказом вы увидели там масштаб мероприятия Соответственно, донесли до своих друзей Они тоже, скажем, у них зародилось желание прийти и посмотреть на это своими глазами Потому что телевизор не передает все те эмоции, которые присутствуют у зрителей в зале Что касаемо, конечно, постоянных наших зрителей Аудитория постоянно растет В каждом городе уже есть там свое определенное количество людей Которые не пропускают наши турниры Ну, если взять Россию в ее типичном проявлении Города, где любят футбол, хоккей и баскетбол Какой город является самым любящим ММА? Ну, кроме Москвы и Питера Ну, мне кажется, на мой взгляд, конечно, это Дагестан Дагестан это... Я не про эти сейчас говорю республики Именно я говорю, где футбол и хоккей То есть это есть Москва, Питер, Сочи Вот вся центральная Россия, скажем так Ну, для меня, конечно же, это Самара Это наш город, в котором родилась наша лига И у которой здесь очень большое количество зрителей И все такие крупные масштабные мероприятия Если вспомнить, вот у нас Александр Емельяненко дрался У нас Али Бугудинов дрался за поезд Стал чемпионом битвы на Волге Умар Нурмагомедов Очень много таких хороших спортсменов С большими именами драли здесь И собирали практически полные залы По поводу Емельяненко и Александра Когда случилась вся история И он не смог подраться на День Победы В рамках тогда еще битвы на Волге GFC 12 GFC 12, хорошо Грустно? Конечно, было неприятно И большая работа была проделана По поводу, скажем, привлечения партнеров Раскрутки его боя Но, тем не менее, это, скажем, жизнь Жизненная ситуация Если мы вспомним, он упал с велосипеда И, скажем... Вспомним историю Он упал с велосипеда Да, травмировал там свое лицо У него были определенные ссадины Которые образовались в корку И мы, когда с ним общались, разговаривали Он говорит, что с любого небольшого там прикосновения Сразу начинает сочиться кровь Поэтому я, говорит, не смогу выступить 14 апреля Тольятти Лада-Арена Битва на Волге прекращает свое существование Именно как Битва на Волге Грустно? Очень грустно, да Это, знаете, как частичка моей души, скажем так Которую я вложил в эти турниры Битва на Волге Там и 10 турниров Которые дались с большим трудом Не было такого большого количества партнеров, как сейчас И практически все приходилось делать Там самим узким нашим коллективом Небольшим Но, еще раз, я реалист Я реально оцениваю свои возможности прежде всего И я понимал, что дальнейшее какое-то большое глобальное развитие Не может быть у Битвы на Волге Это будет такой локальный турнир И для того, чтобы выйти на международный уровень Нужно было менять название Делать ребрейдинг И подтягивать уже более серьезных, скажем, партнеров Как это произошло? Как это произошло? Причем меня интересует не то, что мы встретились, пообщались Мне интересно детали Детали? Это звонок был или что это? Да, это был звонок На самом деле было, как Есть такая команда Горилла Файтинг Где капитаном команды является Хабиб Нурмагомедов И его непобежденные ребята Соответственно, она поддерживалась Энергетическими напитками Горилла А основная часть его ребят Они выступали в нашей лиге Соответственно, получилось таким образом То, что им надо расти Развиваться Бойцу, который уже провел 2-3 боя Который уже более-менее Есть узнаваемость у него Соответственно, автоматически получается Увеличение гонорара А так как, скажем, у нас Еще раз повторюсь Возможности были немного ограничены Нам нужен был сильный партнер И в ходе переговоров Таких, скажем так Я про это детали говорю Долгосрочных переговоров Которые начались Если вы помните Компания Горилла начала помогать Уже порядка 3-4 крайних турниров Битвы на Волге Она уже была нашим партнером И в процессе они пришли Посмотрели на нас Как мы проводим наши мероприятия Сказали Обнесли определенные корректировки Как они хотят это увидеть В дальнейшем И в результате уже Переговоров с Игорем Евгеньевичем Ким Председателем совета директоров Московской пивоваренной компании Мы пришли к соглашению О создании новой лиги GFC Куда, в принципе, вошел И состав учредителей И представителей Хабиба Нурмагомедова Поменялась жизнь лиги И вас в целом После того, как Горилла Стали партнерами Да, все, скажем Перешло там более масштабные мероприятия Более серьезные там события География сразу увеличилась То есть мы уже По Волжье Начали проводить Турнир там В Армении провели В Дагестане В Астрахани Потом сразу же Соответственно В сентябре мы провели Уже в Атарау турнир И, конечно, очень долго Там готовились К юбилейному 20-му турниру В Узбекистане Я считаю, что Лига очень сильно выросла Сделала очень большой скачок Вперед И в плане уже И гонораров для спортсменов То есть более серьезные Гонорары для спортсменов Там начали выплачиваться Там, соответственно Начали привлекать больше иностранцев Которые находятся выше в рейтингах Нежели те бойцы Которые выступали у нас Поэтому это очень большое преимущество И лично для меня Это как глоток воздуха Которого не хватало И те, скажем, возможности Которые я имел Я вкладывал в развитие Битвы на Волге Они у меня как потихонечку Уже, скажем, были на пределе Вызов чемпиона на чемпиона Это революция или как? Да, это история Это история И я думаю Мы с компанией С Fight Nights Сделаем эту историю Сделайте эту историю Чтобы заработать денег Или чтобы Реально показать Что парни из GFC Достойны Носить звание Чемпиона-чемпионов Конечно же Однозначно Нам хочется Чтобы наши чемпионы Победили Но тем не менее Мы реально Видим ситуацию То, что в Fight Nights Есть хорошие имена Очень сильные Достойные соперники И в противостоянии Наших чемпионов И чемпионов Fight Nights Global Я бы поставил Пять на три В пользу нас Почетный президент Абдулманад Нурмагомедов Я его заслуг не убавляю Но Может быть Лучше бы Федор Почему? Вы считаете Что Федора Нужно было Сделать почетным президентом? Ну, потому что Я считаю Что он Во-первых Непрописная Такая истинная ММА Вообще Российского Человек О котором Уважают Которого Многие Говорят О котором Многие Все Во-вторых Если я не ошибаюсь В 17-м году Вы сказали Что как раз Про поводу Легальности Федерации ММА Была стояла Подпись Федора Что касается Заслуг Федора Владимирович Емельяненко Касаемо Союза ММА России Его заслуга Неоспорима Он очень много Сделал Внес большой вклад Но что касается Лиги GFC Конечно Абдулманаб Магомедович Нурмагомедов Сделал гораздо больше И Ребята его Которые Чемпионы нашей лиги Которые Бьются Скажем И Развивают Нашу лигу Хабиб Нурмагомедов Его сын Которые Тоже имеют Прямое участие В нашей лиге Это конечно Неоценимый Вклад В развитие Поэтому Если выбирать Кто должен быть Президентом Это однозначно Абдулманаб Магомедович Вы как глава Лиги Имеете право Громко разговаривать Громко разговаривать Знаете как Я Склоняюсь Все таки К тому К такому Принципу Что Мы должны обсуждать У нас нет такого Что один руководитель И все остальные Должны его слушать У меня Не хватает Опыта на данный момент Я это признаю И есть люди Гораздо опытнее Чем я Поэтому я стараюсь Прислушиваться Своих старших товарищей В том числе И Абдулманаб Магомедович Потому что За плечами У меня очень большой опыт Хабиб сказал Честь потерянной Однажды Никогда не вернется В случае с Емельяненко Это так? То что сказал Хабиб Я как бы согласен С ним на 100% Что касается Александра Емельяненко Вы знаете как Многие люди Ходят в масках Да Александр он такой Какой есть И такой как он Знаете как он Олицетворяет Очень многих В нашей стране Они могут выпить Могут подраться Могут как бы Быть трезвыми Могут выйти там Скажем И В ринге доказать Что они там Хорошие Сильные бойцы И многие люди Многие люди Просто обычные люди И они Очень скажем С таким Хорошим отношением К ним относятся Да То что Он там пьяный Сел за руль Это конечно плохо Это нельзя так поступать И хорошо что Кончилось так А не какой-то там Аварии там Или не дай бог Там что-то Больше там Не произошло Да Но То что он Ведет себя Таким образом И Допустим Через там Определенное время Мы с ним созвонимся И скажем там Александр там Не хотите вы Выступить в нашей лиге Я думаю что Этот вариант Может быть Имеет место быть Кто следующая Звезда GFC Одна Следующая звезда GFC Мне кажется Нурулу Алиев Почему Ну Молодой парень 19 лет Четыре боя Четыре победы Такой Скажем Неординарный Нестандартный Такой По поведению По мышлению Очень взрослый Рассуждает Несмотря на то Что ему 19 лет И я считаю Что у него Очень большое будущее Как у бойца История Александра Грозина Мне кажется Этот человек способен Поднять вам рейтинги Своим нестандартным поведением И Мне кажется Что он Пока что Его рекорд положительный Очень хорошо выступает Этот ублюдок Попал мне в печень Я думал Что она у меня Выйдет через рот Но я терпел Балаев Мы с ним Думаю Уже Нашли общий язык Но Это спорт Это самый справедливый спорт Он безжалостен Он зрелищен Я отправил твоего друга Назад в Бразилию Передавать тебе привет Увидимся Я уже побил Чемпиона Туф Сделайте мне пояс Как у Нейта Диаса С Масвидалем Самый жесткий ублюдок Это я Я иду в UFC Вот и все Мне уже на них Если честно Почему Он Не получал новых предложений Я не знаю Может он получал Просто нигде не оглашался И будет ли шанс У него подраться за пояс Очень интересный боец Я смотрел Смотрел передачу По бокс ТВ С участием Александра Грозина Он мне как человек Симпатизирует Обычный парень Такой Скажем Как многие Дерется Выступает Побеждает Хороший рекорд Причина Того Что не состоялся бой С его участием С Жорой Авазианом Это травма Жоры Я понимаю Но можно же еще что-то придумать Мы Знаете как Вот в процессе переговоров Ему предложили Более интересные условия И он их принял Эти условия Мы Рассматривали варианты Возможность То что 13 декабря Он сразится за пояс Жорой Но Времени было Совсем мало С его боя И он там 2-3 месяца Берет там Пережев После своего боя Я думаю Что Предложение Мы однозначно Будем ему делать Чтобы он у нас В лиге Выступал Очень яркий Очень интересный И это боец Скажем Такого Нового поколения Который не просто Хорошо дерется Он еще Все это дело Обставляет Красиво Он Раскручивает Поединки свои Он интересен Он яркий Очень хороший парень Юбилейный турнир Узбекистан Никита Чистяков Говорят Что он не может выйти Что внутри вас Знаете Как вот Сумаром Очень часто Так получается То что Его соперники За неделю А то и меньше По каким-то причинам Не знаю По каким-то причинам Травм Может по каким-то Личным Нутренним убеждениям Сходят С боя И всегда Когда Главный бой Вечера Под угрозой Это переживание Это Определенная Скажем так Новая работа Для того Чтобы подобрать Хорошего соперника Чтобы он показал Действительность Боя Который достоин Звания Главного боя Вечера Вот Ну Все бывает Это спорт Это тренировки Поэтому Я всегда С пониманием Отношусь Спортсменам Есть такой ребенок Зовут GFC 21 Турнир У него стаж Есть взрослые ребята Fight Nights ACA У них уже под 100 турниров Помечтайте GFC 100 Турнир Три принципиальных различия Знаете Вот у нас Я расскажу немножко Про наши планы На следующий год Следующий год Мы хотим войти В топ 10 Лучших лиг мира Мы не берем Сейчас в расчет Там Именно Российский Лучших лиг мира И мы к этому Будем идти За счет чего? За счет чего? За то что За счет того Что у нас есть Главное Что нет ни у ICA Ни у Fight Nights Как вы думаете Что? Чемпион UFC? Конечно У нас есть Амбассадор Нашей лиги Это непобежденный Боец Хабиб Нурмагомедов Который Всячески Помогает нам Развивать нашу Организацию И благодаря ему Я считаю Что наша организация В следующем году Сделает очень большой прорыв И о нас будут Разговаривать Спасибо огромное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok